Так, ну что, всем привет! В общем, сегодня сделаю такой коротенький видеоролик, почему же подрос Stellar. Ну, как вы, наверное, уже догадались, вот у нас новость вышла 5-го числа вчера, ну и позавчера, по-моему, новость была, что Минцифры Украины и Stellar подписали меморандум о сотрудничестве. И, соответственно, 28-го декабря все это было дело подписано, и, соответственно, будет у нас разрабатываться стратегия в отношении виртуальных активов в Украине. Ну и, соответственно, развитие виртуальных активов, виртуальных рынков в Украине, поддержка проектов, связанных с виртуальными активами, внедрение и регулирование обращения stablecoin в Украине, содействование разработки цифровой валюты Центрального банка Украины. В общем, все это свидетельствует о том, что постепенно криптовалюта внедряется. Также, смотрите, вот новости написано. Также в сообществе обратили внимание на рост токена XLM после анонса в западных СМИ, причиной которого могла стать неправильная трактовка сути. То есть, соответственно, у нас Stellar начал подрастать. То есть, смотрите, даже ЦБ Украины начинает сотрудничать, чтобы разрабатывать новые там валюты. И, в общем, с разработчиками Stellar будет сотрудничество. Соответственно, на 3XA 200%, то есть 3XA мы дали по Stellar, но если даже выходить здесь, то практически 3XA там даже 2-2,5 как минимум можно было словить. Я, к сожалению, в это движение не зашел, но, в принципе, я думаю, на этой новости хорошенько все начали покупать Stellar. Но, естественно, сейчас уже заходить может быть поздно, может он еще, конечно, X и даст, я не отрицаю. Но на данном этапе, если посмотреть, конечно, на 4-х часовике и на часовике, отката вообще никакого нет. Но видно, что фиксация позиций уже происходит, и если посмотреть с того же 28-го числа, здесь у нас был набор позиций, здесь мы вообще падали. Поэтому, как вы видите, здесь движение остановилось, ну и отсюда мы улетели, соответственно, наверх. Поэтому вот такой вот коротенький видеоролик по этой причине подрос Stellar. Ну, я думаю, многие уже заметили, но в любом случае для тех, кто не знает. То есть движение, конечно, продолжается на данном этапе, но если посмотреть, допустим, на той же 5-минутке, то, конечно, отката у нас никакого нету, здесь даже выкуп какой-то по 32-300, но, в принципе, в целом, я бы сейчас, конечно, не заходил бы в монету уже, потому что даже в плане инвестиций, ну, если на долгосрок, разве что, тогда да. Но, опять же-таки, лучше подождать какого-то отката. Монета очень сильно выстрелила и подросла буквально за 3-4 дня, то есть она, за 3 дня даже, она просто выстрелила в 3 раза. То есть те, кто зашел, поздравляю, те, кто заработал, тоже поздравляю и как бы с профитом. Я, к сожалению, не зашел. Ну, вот такие вот новости, то есть постепенно и XRP, как собирается, не дает. То есть я в прошлом году читал, что Binance сотрудничает уже, наверное, год, ну, уже, наверное, почти, ну, уже, да, почти год сотрудничает с украинскими властями. Ну, и, соответственно, у нас вот Stellar тоже подписал, соответственно, меморандум и планируется дальше разработки каких-то стейблкоинов. То есть постепенно крипта начинает водиться и у меня все больше закрадывается уверенность в том, что все, вот эта, вся вот эта криптовалюта изначально была и задумана властями, чтобы потом ее просто в какой-то нужный момент внедрить. Вот и все. Поэтому можете написать в комментах, что думаете по этому поводу. Всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока.